Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество, 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 на стандартной скорости быть иностранным агентом и вести США к величию. Сделаем Америку великой снова, всё-таки, наконец-то. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку, конечно же, именно благодаря им хочется вот это всё записывать. А если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в прикреплённом комментарии и в описании к этому ролику. Давайте продолжим. У нас, в общем-то, закончилась война. Я в надежде храм Артемиды построить. И, знаете, думаю, что... Так, во-первых, давайте примем, куда у нас будет устремление. Будем ли мы районы строить? Чё-то я вот сомневаюсь. Ну, то есть я сомневаюсь, что мы за этот период много районов построим. Ну, понятно, что исход евангелистов точно. Давайте, наверное, вольнодумство я, пожалуй, попробую взять. Свою рожу уберу. Потому что тут довольно много, что мы можем ещё ускорить. Ну, орошение, правда, нет. Каменоломню, скорее всего, точно ускорим. Верховую езду ускорим. Железный рудник тоже. Это ускорим. Торговый путь, да, скорее всего. И в итоге, ну, довольно много должны очков таким образом набрать. Давайте, наверное, всё-таки вольнодумство. За каждое построенное здание основным продуктом, которым является наука. Это вряд ли, опять же, это кампус требуется. Но я думаю, что в данном случае вольнодумство надо. Потом посмотрим, что благодаря войне Австралия тоже не попала в Золотой век. Поразительно, конечно. Просто всё себе и мне испоганило, и себе испоганило. О, какая клеточка просто. О, даже ускорили на один ход Артемиду, между прочим. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Чивауа. У нас тут пустыня Чивауа. Э-э-э, Чивауа. Господи, я помню диджея Боба. Бобу. Диджей Бобу. Был такой парень. Блин. Проблема в том... Да нет, Перт, мне кажется, всё-таки вот это должен присоединять. Я хотел сказать, что он скорее всего это присоединит. Вы знаете, что вот эта клетка с высоким престижем, да? Но! Дело в том, что он снизится, когда я здесь каменоломню поставлю. Короче. Апую в лучника, пожалуй, всё-таки. И следующим ходом объявлю войну. Австралии хочу... Я понимаю, это у него от Аншана. Я хочу прорядить эту армию. Ай, он тут... Кстати, а этот может туда стрелять? Мы хотя не на холме находимся. Может мне вывезти пока этого? Чтобы я хочу вот этого обстрелять. Наверное, вот так будем подходить. Так, у него... Он союзник только Аншана. То есть я потеряю, если что, две науки, да? А, даже одну науку. Лишь одну науку. Ну... Я бы просто повоевал с Австралией. Чисто... Чему жизнь мёдом не казалась. И попробую Перт захватить. Наверное, не получится. Но, блин, сидеть, ничего не делать. Мне кажется, в данном случае... Угу. Слушайте, а если я сейчас объявлю ему войну? Выкинут? А, всё, выкинул, потому что я сейчас границы открыл. Так. Что-нибудь меняем. Во-первых, пантеон... Вот это поменяем. Стоимость покупки клеток. Не буду покупать клетки пока. Создание поселенцев мне пока негде создать. Да, это просто производство. Поставим здесь. А здесь... Ничего не меняем. У-у-у. Ну и всё, объявляю войну. Австралии нефиг сидеть. Или может осудить сначала. А почему вот у меня нету к нему претензий после внезапной войны? Короче, давайте внезапную. Ты мне тоже объявлял войну. Ты мне не нравишься. Давайте сразу... К перту... Подходить. Но мне перт придётся оставить. Если я его захвачу... То я его не буду уничтожать. Потому что... Да ёлки! Показывало же, что стрелять будет. Фак. Забыл об офигительном управлении в шестёрке. Так. Ну, Магнуса точно нет. Мы его выруб... Мы не будем ничего вырубать. У меня тут вопрос скорее... Пингала, Виктора или Лян. Но всё-таки, наверное, Пингалу. Если я построю Артемиду, то Вашингтон будет расти как на дрожжах. И Пингала там... Будет выдавать просто... Блин. Ну что, у меня мастерство так открывать придётся. Видите? Да. Видимо так. Даже... Не пришлось... Не получилось ускорить мастерство. Впервые такое. Три клетки нигде не обработано. Перт... Перт стены не строит. Прям видно. Создание строителей. Кавалерийских юников. Нет. И Тиминанки. Кстати, вот. Австралийцы Тиминанки закон... Ну, вроде тут у него даже работает неплохо. Вроде даже неплохо стоит. Ладно, я тут пускай, если он будет атаковать, то атакует. Хрен с ним. Так, а мы можем здесь в осаду взять? Отлично. Чтоб не восстанавливалось. Тут я вообще полечиться могу потом. Ну, может, все-таки возьмем Перт. Он еще и с... С кампусом сразу. Ну, видите, плюс... Вот проблема, да? Еще. Почему с Австралией неприятно? Во-первых, я ему сейчас на... В два раза увеличил производство. Но, блин, все равно компьютер на божественнее. У этого производства немерено. Но самое главное, что у него эти районы... Он на престижи ставит, получает кучу. А я когда захвачу, у меня будет, походу, на плюс два всего лишь кампус. Вот в чем дело. Так, ничего не меняю. Надеюсь, он вот этого и будет атаковать. Нет, вообще просто стоит внутри Перта. Прикол. Не хочу подходить под вулкан. Так, здесь просто в защиту встану. Здесь разграблю, чтобы полной силой потом Перта атаковать. Блин, он начал стены строить. Фак, а он сейчас это быстро построит. Нет, короче, надо атаковать, к сожалению. Если он сейчас не построит стены, то в следующем ходу я, по идее, должен забрать город. Блин, он еще и лучника подвел. Так. Да, блин, ну не прикольно. Ладно. Приходится терять одного дуболома. Жаль, очень жаль. Но город захвачен. В общем-то, я готов мириться. Плюс один вообще, кампус охренеть. Ну, амбар. Перт не отваливается, благодаря тому, что австралиец в нормальном веке. Теперь бы удержать этот город. А, слушай, и трудовую дисциплину ускорили благодаря этому, потому что район получили. Блин, надо было все-таки тут, наверное... Так, то есть, а Кардив... Нет, Кардив не против меня, слава богу. Так, через речку атаковать не будем. Тут просто апаем лучника. Тут. Сюда. Лечимся. Блин, не хочу сюда садиться. Он у меня лучником... Постоянно вернусь сюда. Тут буду лечиться. Ну, один ход до Артемиды. Неужто... Неужто удастся? Я прям реально удивлен буду. Слушайте, а престижа тут вообще что ли нету вокруг? Он на самой престижной клетке... Я, конечно, кампус в Перте вот здесь поставил. Австралиец, естественно, не нужен был. Мне там нужна была бы свободная клетка. У меня тогда была бы здесь и наука, и культура, вот как на этой клетке. Но, к сожалению, комп бахнул туда. Ну что, Артемида моя, пожалуйста. Скромное войско. Давай. Нет. Давай, мое, давай. Артемида. Еее. О, сейчас будет. Правда... Так, содержание юнитов. Может быть, содержание юнитов. Хотя, мне минус три пока. С другой стороны, а против варваров нафига мне? Нету варваров вообще? Да я гляну, не появились тут никакие варвары. Лагеря. Лагеря вроде нет. Пингала занял должность. Ну, я бы, наверное, дальше Пингалу тогда. Причем в науку. Так, нам нужен рабочий. Раз мы перд захватили немножко... Вообще, конечно, на поселенцам. А, знаете что? Надо поставить на рабочих, значит, карточку. И давайте, наверное, содержание юнитов, раз такое дело. Я с варварами не дерусь. Плюс три денег. Неплохо. Давайте здесь с рабочего начнем. Кайф. Ну, Вашингтон. Давайте в рост. Знаете, наверное, так и так. Тут лечимся. Тут по лучникам работаем. Блин, зря отвел, конечно, этого лучника. Ну, он лучником может только лучника протаковать. Надеюсь, что дуболомом он будет сам город атаковать. Блин, я каменную кладку открыл так. А, без ускорения. Ладно, давайте пока письменность тогда. Черт. Как вам? Чудо улучшило клетку? Блин, просто охренеть. Ну, чудо, по-моему, на плюс два улучшает престиж вокруг. Там еще горы. Но, блин, проблема в том, что мне надо сюда в любом случае ставить шахту. Без железа совсем грустно. Так что уйдет со временем. Блин, давайте я, наверное, все-таки залочу на этих клетках. Потому что, извините... Наука и культура туконужные. Так, а здесь на рост. Он переключился на... Ага, 4-3. А если я так поставлю? Пофигу. 4-14. Так оставим. Быстрее, если новым. Что Австралия будет делать? Конечно, игрок бы разграбил... Не, ну, это... Неверный ход. Слабое извержение. И оно даже... Кстати, в моем случае это даже плюс. Потому что тут ничего не разрушается. И наоборот, ул-цити добавил одну науку сюда. А сюда... И сюда, по-моему, что-то... А, а сюда одно производство. Походу. Или нет? Или производство... Или еду? Блин, не понял. Ну, что-то сюда тоже добавил. Да. Смотрите, я имею 23 науки. Просто ни с чего. Этот кампус не считается, потому что он плюс одну науку дает. Просто имею столько науки, сколько у компа на божестве с его бонусами всякими. Так, ну, лучника не добиваем. Поэтому мы сначала атакуем дуболомом. Потом этим лучником, чтобы убить. Этот придурок будет атаковать моего лучника. Но у меня, видите, и тут повышение, и тут повышение. Так что я не умру 100%. И я бы, наверное, даже... Так, а я тут... Мне тут не пройти. Ладно, тогда будем стоять лечиться. Жалко, жалко дуболома потерял вот тут одного. Это реально потеря, потеря. Знаете, я даже, наверное, лучником выйду. Вдруг тут... А, блин. Не думал, что там лучник будет. Тоже. Эх, так. Давайте, наверное, орошение открою. Потому что... Потому что ускорить... Ну, вообще, на кукурузу могу. Построить и ферму на ресурсе. Но когда это будет? Когда я это построю? Фиг знает. С другой стороны, когда у меня появится рабочий, я буду, в первую очередь, обрабатывать... Ну, на счастье, вот. Блин, я даже не знаю, что я буду первым. Ну, наверное, я все-таки буду лагеря ставить, раз у меня пантеон. То есть, наверное, пойду на этого оленя, потом сюда, потом сюда. Четыре хода. Блин. А, что-то я... Думаю, орошение откроть ее просто так или нет. Рудник для добычи. Ладно, давайте пока верховую. И вообще, по-хорошему, мне надо и пастбище построить, и рудник. Поэтому, наверное, я все-таки пойду сначала сюда. Мед обработаю, потом сюда пастбище, потом сюда рудник. Да, это я, конечно, зря выполз. Как интересно, он подставил своего дуболома. Так, от дальнобойных атак. Вот давайте сначала этой постреляем. Может, мне все-таки убить? Не, надо уровень получать. Так, у нас три хода до политической философии, когда я поменяю карточку на... И попробую поселенца построить. Поэтому давайте... Еще как раз три хода строитель. Отлично. Да, все-таки правильное решение было на Австралию напасть. Ну, видимо, тоже пока строитель. Хотя я карточку потом со строителей уберу. Так, а что так долго растет город? А, одно. Сюда давайте тогда. Так, лучше. Сложнее, чтобы город вырос. Еще благодаря тому, что Австралия со мной воевала и свалилась в нормальный век, я перд совершенно спокойно... Ну, конечно, поставлен он через жопу вообще. Я даже... А, нет, Акведук вот здесь ставится, но это, конечно... Вообще так тупо. Отлично. Отлично. Зашибись-ка. Так, два хода политическая философия. Лечимся. Или я могу стрелять? Я могу стрелять. Верд все-таки снижает лояльность. Ну, мне кажется, сейчас Вашингтон расти будет, как на дрожжах. И проблемы с лояльностью уйдут. Я тут чисто на еду буду все лочить. А, ну мне, плюс же, еще вот это все надо обрабатывать, чтобы Артемида все больше давала счастья. Так что нормально. Так, сколько у нас война? Еще два хода. Я думаю, что мне Австралия дань заплатит. Хотя... Хотя... Наверное, имеет смысл продать. Только давайте право прохода мне не надо, потому что я вообще даже без понятия, где находится Канада. А вот денежков бы... Причем с Канадой можно в ход торговать, потому что она не сможет вот так одномоментно объявить войну. Пять в ход, четыре, три в ход. Это на девяносто монет, да, считаете? Может, еще сверху какой-нибудь двадцарик накинуть? Нет. Десяточку. Ну, просто тут надо цыганить все деньги, ребят. Извините. Это важно. Четыре готовы заплатить и пять. Ну, тогда... Блин, ты только что же соглашалась. Соглашался. О, все. Нормально. Нормальная сумма. Большой бассейн. Тоже австралиец. Ну, у него там, короче, куча производства сейчас. Просто своей войной. Если сюда встану, скорее всего, он где-нибудь тут будет сейчас подходить. Тут тоже просто стою. Просто стою. Я очень хотелось бы, чтобы Yellowstone больше не... Не извергался. Так. Вашингтон у нас стал обрабатывать... Тут залочено, залочено. 5-1, да? Давайте сюда. Надо на еду. Так. Балтимор. Тоже еду. Да, ну, теперь я совершенно спокойно и тут могу город ставить, и тут... Ну, я вот даже думаю, что мне, наверное, следующий город надо здесь ставить. Как раз в сторону Канады. Вот эти места от меня никуда не денутся. Только беспокойно, чтобы Сингапур мрамор не забрал. Но мне кажется, что это не скоро произойдет. Блин, верховую езду надо было отложить. Так. Это интересный вопрос. Я думаю, что Античную Республику... Ну, один район-то есть все-таки. Автократия. Ну и бойны идут. Я, наверное, все-таки пока Античную Республику принимаю. Я надеюсь, что я сейчас заключу мир с Австралией. Значит, ставим поселенца. И это все универсальное становится. Содержание юнитов, наверное, убираю пока. Два влияния точно поставлю. А сюда... Наверное, производство. Наверное, производство. Так. Скоряем верховую езду. Перед этим ускорим как раз орошение. Так. Не хочет Квачок соглашаться. Надеюсь, упорочка не начнется с Австралии. А, вон где он встал. Тут мы стоим. Посел встроим. Сюда и сюда хочу точно города поставить. И, кстати, я отвоевал... Блин, тут канадец уже. Это он бахнул или просто увеличил? Не, нормально, влезет. Тут, конечно, грустноватый город будет. Слишком много пойм. Он его будет постоянно затоплять, а производства нету, чтобы его нормально сделать. Но надо ставить, надо. Интересно, Канада будет здесь понизу расселяться? Вообще, научили Канаду использовать тундру. Считает ли Канада, что тундра это самое крутое, что у нее есть? Так, устремление получили. Античность. Ну, тут, мне кажется, все-таки Золотой век должен выйти. Буквально прошло, по-моему, 4 хода, а я уже тут так нормально набрал. Пойдем в драмы поэ... Блин, я бы, наверное, и военную традицию открыл, и мистицизм на всякий пожар. Ну, потому что за атаку за атаку с фланга, а тут у нас есть заповедник. С другой стороны, я это явно сейчас строить пока не буду. И скорее, я бы драму и поэзию для театральной площади открыл смотреть. Кстати, еще театральная площадь добавляет престиж. Так, на минуточку, если вы не в курсе. То престиж с соседним клетком добавляют определенные районы. Театралка, развлекательный точно добавляет. Остальные не помню, часто говоря. Ну, снижают тоже районы. Вот производственный район снижает престиж. Ладно, тут нужен монумент в любом случае. Так, по-моему, тут уже прекратила у меня лояльность падать. Да, слава богу. Это за счет Вашингтона за счет того, что он растет. Так. Сейчас еще ускорение для орошения получим. Потом еще ускорение для... Еще для двоих даже получим. Там и для колеса, и для обработки железа. Отлично. Все-таки я правильно выбрал себе. Тут главное, чтобы мне за этот ход вулкан не сработал. Иначе убьет мне рабочего и ничего. Он не обстреливает. Я подходить не буду, потому что там... Я так вот гулять буду здесь, чтобы ему... Серьезно? Серьезно? А куда ты его ведешь сюда? Это интересно. У нас сейчас возможно будет лишний поселенец. Это очень интересное ведение посела. Мы же правда не знаем, какая там территория. Может, там у него нету места. Я правда тоже не особо тут с местом. Будем честны. Так, ну давайте потихоньку. Я все-таки надеюсь где-нибудь чудо найти и ускорить остров. Ну вот мореходство можно спокойно открывать, потому что я на побережье. Ну может быть когда-нибудь тут поставлю, но ради этого ждать, не ускорять, ну не открывать мореходство нету смысла. О, там у нас католицизм канадский. Давайте глянем, что в Канаде. Все чудеса света плюс 4 веры. Между прочим вполне для меня норм будет плюс 4 веры с Артемидой капать. И ускоряем колесо и ускоряем обработку железа. Еще устремление эпохи. У нас античность началась. Разве на 40? Разве на 40? на 50 по-моему или что реально на 45? Блин, тогда возможно побыстрее будет, потому что блин, нас там Вавилон бежит по этим. Так, хочется конечно оленя обработать. я думаю что наверное все-таки именно ну с другой стороны видите у Вашингтона дофига довольства а у этих городов его нету поэтому тут кофе надо и и а у меня больше нету ресов так австралиец все еще не созрел нет не не созрел очень жаль а наверное все-таки иду пока кофе обрабатывать деньги драма и поэзия торговый путь ну у меня из хорошего только стартовая позиция все остальное конечно грустно еще и ранняя война традиционная выполз все-таки тут как-то канадец не спешит меня обращать в вашингтоне из такс тут по плюс одному удовольствию нормально две геотермалочки но они так расположены что не особо дают бонус кампусам но только вот здесь получается у меня кампус и вот здесь да видимо так придется ставить плантации пастбища по-моему никак на престиж не влияют о вернулось всю аншану походу ага то есть он тут австралиец вот тут вел армию на меня нападать а кто-то перекупил аншан походу да канадец как раз перекупил все потраченные деньги на армию да походу австралиец решил мне еще и поселенца подарить а почему у меня а почему у меня мини-карта как-то не сбоку она всегда так была только сейчас заметил наверное ну блин она должна как-то с краю быть это же не очень удобно здесь блин у меня нет смысла ускорять уже каменную кладку я ее открыл соответственно каменная кладка снизит престиж так что наверное пока не буду ее ставить я наверно тут камень вообще просто уберу так ну что игра рекомендует здесь ну я пока сюда поведу а там мы вообще надо не на автомате везти тут мало какие-нибудь варвары будут я тут еще решу куда именно ставить мне что-то кажется вот сюда лучше поставить наверно сразу еще поселенца что откладывать так драма и поэзия не меняем ничего пока игры и развлечения строитель так вот тут деньги кстати надо отложить водяная мельница я наверное в столице могу водяную мельницу построить да знаете после поселенца как раз водяную мельницу но вот сейчас мне кажется лишившись армии австралия должна как-то мне предложить мир что это за прикол я не понял с поселами но этого же я точно захватываю да что-то 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 вообще компьютер развезло а он не хочет я кстати я бы сейчас даже и не принял мир потому что я еще надеюсь этого поселенца захватить так так войны ни с какими городами государства меня нету так на всякий случай проверяем а что канадец ага вот и хамурапи а что канадец не обращает города это я всех начал встречать пегасия араб 76 науки мега извержение ага это у моего города да сейчас там минус ща мы получим да надо лян прокачивать урожайность у семи клеток правда повышена но при этом мы потеряли одно население ладно в любом случае мы ставим пока лагеря охотников я не знаю я хочу здесь поставить реально недалеко от золотого века так монумент еда производства я хочу посмотреть где по технологическому дереву хамурапи в возрождении ну видимо это массовое производство скорее всего науки 36 то есть так то у него 72 было бы так у него минус 50 процентов но должен быть наверно первым по техам до 19 ну это можно играть обработку железа так что я тут могу еще ускорить астрология надеюсь ускорить деньги это мне торговый путь ну в сусе может мне купить торговый путь а водяную мельницу построить так а где я хочу торговый путь купить вот вопрос наверное из наверное даже из вашингтона в перд о хватает слушайте отлично сейчас еще деньги ускорим ну будем надеяться что больше не ну это нормально вообще врач это последний писья из которого я строю теперь вопрос куда мне города всунуть даже наверное подойду чисто посмотреть что тут блин тут еще и вон араб ислам разносит давайте догадываем что в исламе реликвии утраивают не это фигня мне больше католицизм нравится а как оно уже распространено шести городах а ислам трех ну католицизм по себе ну православие это стопудово Россия так сильно распространено амбар нафиг надо ну мне быть честно говоря карточку поменять можно можно еще строителей поделать давайте наверное открою военные традиции и попробую коляски построить что тут вот тяжелую колесницу кардив хотел то есть можно поставить карточку на плюс один отправить одного посла в кардив и потом еще коляску построить просто так вот засюзеренец просто чтобы сосед соседний соседний город почему нет так а пока пока этого нету что мы тут будем строить строителя у нас на строителя может кажется разведчика уже построить но что-то неохота честно пока тут валим нету смысла грабить потому что меня убьют все равно тогда почему 64 урон 64 урона получил это много так короче у нас тут вопрос а куда мне собственно этих да может ты все-таки мир хочешь хочешь странно не хочет ну и не выглядит так что он может что-то сделать в принципе так его выбор но куда-то сюда довести города это этот этот пока непонятно я просто веду в сторону вашингтона в перт отправляю потому что здесь есть район который плюс к еде дает ну дорогу я в любом случае хочу в центр так деньги ускорили ну давайте потихоньку строительство открывать тут отличный пантеон конечно мне достался то есть очень в тему с моим местом очень в тему эти лагеря охотников ну и очень в тему оказалось воевать с Австралией он меня тут подгоняет поселенцев о меня хамурапи осуждает встретился а следующий ход вот это меня ну честно говоря ваша свой циви раздражает что тебя встречают и тебя сразу следующий ход осуждают потому что они каким-то макаром знают что уже ты какие-то фигульки делал по-моему это неправильно они должны реагировать на то что как вот мы просто тусим поменяю вот так плюс два влияния и поменяю так два очка два влияния поселенцев не надо чудеса мы тоже не строим содержать ну можно на юниты поставить хотя юниты не собираюсь строить вряд ли я тут буду воевать может так давайте стоимость покупки клеток уменьшим сейчас что-нибудь вот в чикаго например есть какой-нибудь престижная клетка нифига так в столице первую эту можно купить в балтиморе вот эту можно в балтиморе и так два жителя всего наверное зря поставил короче на выкуп клеток такое ощущение блин ну и фиг ли тут своим рабочим встал так все еще не хочет да австралия мириться странно так ну вот шахты на этих клетках ставить не очень хорошо потому что мы снизим тогда престиж тут может начать тогда уже райончики делать интеркоммерции по плюс два вот тут есть блин ну нам нужна лян конечно нам нужна лян еще игры развлечения пока три хода водяная мельница ну и надо что-то решать наверное наверное все-таки столицы я кампус здесь поставлю вместо меди не хочу естественно я убирать оленя и этого тем более пашу плюс четыре но тут олень вот эта клетка просто офигительная поэтому сюда кампус вообще непонятно где правительственную площадь строить и где у нас может быть но тут у меня выбор небольшой у меня все хорошие ну кстати есть еще вариант сюда кстати поставить то есть не под не под вулкан вулкан наверное так и стоит сделать тем более будет соседство с этим кампусом выглядит неплохо так другой стороны мне нужны коммерческие давайте мы наверное коммерческий центр вот здесь поставим в вашингтоне опять же вырубить камень нужно потому что я не хочу каменоломни ставить которые снизят мне престиж не кампус так сделаем и видите это делает этот кампус на плюс четыре уже блин ну в перте к сожалению вот сюда надо акведук тут по-любому надо акведук потому что компьютер так криво город поставил тут нету жилья тогда возможно здесь дамбу и здесь тогда промышленную зону так а плюс пять тут за счет чего а за за центральный район плюс ага так интересно слушайте а вот здесь тогда случайно слушайте а может мне тогда ну вот и просто если театралка здесь сколько даст плюс два маловато ну промышленную правительственную площадь жалко как бы тут соседство не таким большим ладно в любом случае вот вот на этих клетках надо вырубать причем мы сначала вырубим здесь медь здесь камень идем значит сюда рабочим опять перт теряет странно вообще плюс четыре написано чего бы ему тут терять лояльность чё канадец не обращает чикаго по-моему причем само обратилось без миссионеров о чё чё и чё-то упало туда примлечимся игра почему-то предлагает на оленя поставить ну конечно нет потому что тундра тут слишком много тундры а вот здесь ну серьезно вот здесь где вот тут ставить город чисто ради производительности все остальное в минус идет да такие иногда конечно предложения от игры поступают смешные может тут выкупить эту овцу почему интересно игра хочет код просто на 3 присоединить в первую очередь а не на 3 и 1 при том что у меня даже фокус на производство стоит а она а город хочет присоединить клетку чисто на еду где даже производства нету а ладно а дороговато дороговато не будем пока блин я что-то сказать что-то не торгую ресурсами но у меня и нету ничего вавилон завоевал потерянный город а там у вавилона с кем-то война походу то есть он какой-то город свой отбил или отбил который отвалился по лояльности слушайте а тут так надо хлопок хлопок сопудово надо выкупить сейчас 64 следующим ходом чтобы канадцу не досталось а тут слушайте какой город класс я что-то аж 3 ресурса роскоши просто вокруг города нормально так что-то кардив первый посол кардив хочет кавалерию я решил пока не ставить на кавалерию сейчас заменю когда или мистицизм открыть давайте мистицизм откроем мы тут строительство следующим ходом открываем и за счет этого и меня я поставлю карточку да блин ну вы так ходите дебильно ну я вот не знаю куда мне этого посела вести прямо вам скажу мне очень не хочется здесь город ставить вот на этой пустыне и в тундре мне не хочется город ставить я как бы лишний посел пока короче не пропадет ладно давайте пока сюда везти я просто буду ходить засвечивать территорию чтобы варвары не появлялись а это он гэгэшку захватил по мурапи давайте глянем какую непонятно честно говоря значит это не он захватил наверное блин сколько городов у канады 7 городов охренеть блин может мне сразу и начать хотя я бы конечно центр коммерции сначала построил но тут видимо придется начать с научного района ну я себя сейчас вот уже довольно уверенно чувствую осталось замириться с австралией с двумя и более этого у нас нету к сожалению да но мы все равно меняем значит тут на плюс два к влиянию а стоп стоп ничего не меняем сначала мы выкупаем вот эту клетку блин и там он тут красители просто сами по себе написано были что они хотят присоединиться так выкупаем эту клетку теперь теперь меняем плюс два к влиянию а сюда к юнитом кавалерии ставим и в балтиморе построим колясочку так значит здесь вырубаем медь ставим кампус пока он на плюс три но в будущем будет на плюс четыре наконец-то город можно поставить так с сингапуром кто-нибудь дружит кроме меня а я вообще никто не нашел слушайте а сингапур кстати по мухам прикольно эту дает ваши города плюс два производства за каждую иностранную цивилизацию которой они проложили торговый прайв вполне можно использовать ну не хочет не знаю зачем написано сделать договор более равным если он не хочет никак вообще даже вернусь перт не хочет что-то обиделся австралиец но сам виноват я считаю что просто провоцировал слушайте а тут реально можно нормально город поставить на побережье тогда не будем пока открывать мореходство как раз ускорим древние стены между прочим нужны математика нужна три спецрайона но нас только по одному району посел тут будет гулять и засвечивать всякое разное так сколько мне не хватает до золотого века 9 очков вполне вполне можно набрать какую библиотеку кто-то бахнул вообще канадец обращает австралию а не меня нет не меняю ничего ну вот кстати я зря мистицизм не отложил мне кажется ладно так пока раз соединю сейчас мы кстати а мы тут сейчас коляску просто получим между прочим потому потому что с с этих с метеоритов выпадают тяжелая кавалерия всегда так что наверное даже зря менял карточку получается в том случае мы тут уберем камень потом после кампуса сразу центр коммерции попробуем поставить да реально некуда ставить город этот этого поселенца лишний просто лишний оказался ну оборонительную тактику меня Австралия войну объявляла гадкая кстати сейчас ускорю получается исторические хроники заодно ну кстати наверное слушайте а давайте наверное я их лучше буду открывать подождите так может мне все-таки поменять эту карточку мне реально сейчас дадут коляску то есть мне кажется бессмысленно вот это вот использовать создание строителей чудеса на что поставить тогда очки великих людей не хочу производства при устроителя я бы еще оставил производство и так стоит две деньги с каравана да что-то мало инсулы не работают пока ладно давайте опять уменьшение стоимости покупки клеток и куплю вот эту быть уверенным блин тут бы конечно рабочего забубенить сейчас будет смешно если кто-то сейчас заберет на переходовке фигасе он уже конем побежал так но мне надо получается в мечников апнуться тогда раз он тут конями бегает так карди встал союзником где коляска вот она блин хоть очень неприятно конем забежал мне тут может все разграбить сколько стоит апнуться лучше бы я апнулся я просто не ожидал что сейчас еще будет кони австралийские так сейчас камень соберем ну все уже а нет еще нет но уже отличный кампус теперь центр коммерции ставим у меня в общем-то сейчас проблема только с деньгами единственная поэтому я и центр коммерции ставлю ну надо на лес все-таки ставить мрамор блин конечно если бы не это срезе и выкупил бы мрамор и лошадей и мед а так нужно деньги на апгрейд мечника ну я наверное этого рабочего сюда поведу помощь тут походу можно плыть и тут наверное остров мы же на континентах и островах играем там похоже можно будет подожди где у меня второй дубал а там бегает так ну тут уже через аншан получается австралиец не пройдет так что можно не беспокоиться что тут кто-то нападать отсюда будет поведем лучника на помощь блин очень мне не нравится это лошадь здесь ссорим что он сделает не просто да вы ты серьезно ну что это такое что это вот это такое это какие-то поддавки я просто я уже принципиально не буду этого поселенца брать просто принципиально но это это вообще не смешно такие игры так тоже ускорили древние стены мне бы кстати в перте древние стены построить но там я ну акведук как раз после древних стены появится давайте мореходство так а что у нас тут с престижными клетками ма ну кстати в чарльстоне мне кажется вот если сюда заповедник бахнуть хотя вот это вот вокруг как раз от леса увеличивается престиж на самом деле вот если бы тут леса не было блин а тут железо еще типа обрабатывать надо да не ну тут стены это смешно я наверное этого поселенца сюда поведу в надежде вдруг тут что-нибудь сейчас этот дуболом откроет какую-то территорию либо вот на этот остров так в принципе из из всего что что было я везде уже города нормально поставил исходя из ну и захватил исходя из той территории которая мне досталась просто пропускаю ходы здесь и рабочим идем и наше мы тут обрабатывать будем лошадей наверное это будет очень смешно если сейчас поселенцам сюда или сюда встанет не он просто его тут оставляет типа на забирай кучей знаете как будто Австралии не на что производство тратить вообще не знаю выглядит выглядит конечно это вождение поселенцев для меня очень странно но у него реально там дофига производства пока я ему войну объявил это все-таки удваивается все но он сам виноват повторюсь я думаю что продолжение уже в следующей серии напоминаю что спонсоры канала могут представить продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества большое спасибо им за поддержку в очередной раз а для всех остальных оно выйдет завтра на этом все играйте в умные игры напоминаю что я иностранный агент так что очень внимательно фильтруйте все что я говорю у себя в голове очевидно очевидно что я пытаюсь расшатывать ваши скрепы и изжить вас в вас вашу русскость вот все иностранные агенты только ради этого и существует играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и и и и и и